Волшебная меняющаяся картинка в стиле Gravity Falls, куколка Лол с живыми глазками, оптическая иллюзия Лол Сюрприз, невероятный пейзаж и девочка со сладкими волосами. Все это и много другого интересного в сегодняшнем видео. Вероника, может хватит смотреть эти мульты? Пойдем лучше порисуем! У меня плохо получается рисовать, да я досмотрю Сириал! А хочешь я тебе научу, как нарисовать твоих любимых персонажей? Из цветного картона вырезаем 4 прямоугольничка, 12,5 на 9 сантиметров длиной. На розовом прямоугольничке на расстоянии 3,5 сантиметра прочерчиваем линию карандашом. И аккуратно ножницами делаем надрез до середины. Надрезать надо так, чтобы бумажки соединились в одно. На голубых картонках посередине чертим линию. На каждом из листков отмечаем точку на 3,5 сантиметра. На первом листке отрезаем с короткой стороны, а на втором с длинной. Они также должны соединиться в одну. Для начала нарисуем контуры моих любимых героев из мультика Gravity Falls. Первой будет Мейбл. У нее длинные волосы, большие глаза и улыбочка с брекетами. А теперь нарисуем ее брата Диппера. Классные кепки с елочкой, растрепанными волосами и вечно удивленным взглядом. Осталось наших персонажей разукрасить фломастерами. Обе картинки разрезаем пополам. При помощи клея карандаша Мейбл приклеиваем к розовой картонке от Диппера к синей. Теперь рассоединяем их. Сначала рассоединяем картиночку с Мейбл. Ее верхушку вставляем к Дипперу. А вторую часть зацепляем за нижний голубой листок. Кусочком розового скотча закрепляем нижнюю часть картинки, а голубым – боковую. Рисуем забавные стрелочки, что крутить надо сюда. И поворачиваем картинки. Смотрите, они меняются. Сейчас с нами Мейбл, а теперь Диппер. Таким веселым лайфхаком ты точно удивишь своих друзей. Разрисовываем листочек белой бумаги сначала голубой краской, затем фиолетовой. И переход делаем в розовый. Когда краска высохнет, прямо по ней рисуем красивые елочки, высокую гору и густой лес. Теперь возьмем зубную пасту и наносим ее на щетку. Используя палочку, разбрызгиваем ее прямо на картинку. Толстые капли растягиваем, чтобы было похоже на падающие звезды. Убираем задний листочек. И получается шикарная картинка заката, которую ты сможешь сделать сам. Не переключайся, впереди много интересного. Сейчас мы нарисуем волшебную объемную надпись Лол. Толстым маркером обводим грани надписи. Средний слой картинки зарисовываем простым карандашом. После того, как зарисовали все карандашом, нужно растушевать его пальцем. Нижний слой зарисовываем черным маркером. Буквы украшаем фирменными горошками. Верхнюю часть рисуночка аккуратно вырезаем ножницами. Если посмотреть под правильным углом, то надпись Лол становится объемной. А если толкнуть карандаш, то покажется, что он проехал сквозь нее. Порисовала, можно и подкрепиться. Ой, Вероника, а что это у тебя? Конечно же, сладкая кукурузка Рузик. На, попробуй. Ммм, какая вкуснятина. А у тебя есть еще? Конечно, можешь взять хоть две пачки. Для этого лайфхака я возьму свои любимые Рузики-кукурузики. Парочку вкуснятик кукурузных палочек я съем. А остальное насыплю в мисочку. Кукурузку в мисочке надо растолочь. Должна получиться вот такая крошка. Но ее мы пока отставим. И рисуем на листке бумаги красивую девочку. Пускай у нее будут длинные волосики, красивое платье, а глаза немного прикрыты. В баночку поменьше пересыпаем немного кукурузы и добавляем в нее синюю краску. Теперь как следует замешиваем кукурузку. Таких я сделала несколько цветов. Размазываем любой прозрачный клей по прическе куколки. И растушевываем его кисточкой. Сверху засыпаем разными цветами Рузика. Получился романтический образ мечтающей девочки. Наверное, о вкусняшках. Спасибо Рузику за кукурузики и такую классную идею. Загибаю листочек гармошкой два раза. Не разворачивая листок, рисую на нем веселого единорога, который сидит на лужайке. Теперь разворачиваю листочек и дрессовываю его. Цветными яркими фломастерами разукрашиваю рисуночек. Складываем единорожку назад. Ух ты, она получилась в платье. А теперь раздвигаем. Летит! Вау, как классно у нас получается! Знаешь, мне в школе нравится один мальчик. Что, правда? И кто он? Панки? Это не важно. Но как сказать ему об этом, я не знаю. Всему тебя учить надо. Нужно воспользоваться специальным шифром. Кусочек белой бумаги загибаем вот так. Прямо на линии сгиба фломастером пишем вот такую математическую формулу. Поднимаем листочек и получается I love you! Я тебя люблю! От такой забавной иллюзии твои друзья точно будут в восторге! На белом листочке бумаги я нарисую портрет перчинки. Проще всего начать с челочки. Дальше дорисовать контур волос. И ободок рожки прямо на затылке. Между рожками рисуем симпатичный хвостик. А теперь завершаем контур лица и рисуем в серединке. Две бровки и симпатичные глазки. Теперь картинку нужно вырезать по контуру. Но наша красавица куколка не может же оставаться без глазок. Их мы нарисуем на другом листке. Первые пускай будут обычные глаза лол. Вторые похожи на кошачьи. А третьи как будто бы куколка испугалась. Прям сверху на них кладем картинку с куклой. Двигаем ее вверх и еще. Так получатся смешные двигающиеся глазки для твоей картинки. Я возьму одну веточку с дерева. А точнее с нее листок. Теперь налью в тарелочку немного зеленой краски. Самое время окунуть в краску листок. Он должен покраситься по всей плоскости. На черной бумаге при помощи него оставляем отпечатки листочка. Таких можно сразу сделать несколько штук. Листочком поменьше я оставлю более яркие следы. Такой же зеленой краской дорисовываю стебельки. А цветочки я нарисую при помощи ватных палочек. Свяжу их вместе розовой резиночкой. И макну в любого цвета яркую краску. И вот такими движениями оставляю отпечатки на рисунке. С такой прикольной техникой без кистей можно нарисовать целый букет цветов. Для следующего лайфхака мне нужна бумага. А точнее втулка от нее. По всей ее поверхности расчерчиваем треугольные лепестки. Теперь эти треугольнички нужно вырезать, чтобы получилась вот такая причудливая корона. Выгибаем лепесточки наружу. Ммм, уже похоже на солнышко, либо цветок. На крышечку выдавливаем немного желтой краски. И макаем нашу втулку прямо в нее. Ух ты, как ярко! Теперь ей можно рисовать. На листочке бумаги оставляем несколько отпечатков втулки. Таких цветочков пускай будет несколько. При помощи ватной палочки оставляем вокруг ровные кружки. И кисточкой дорисовываем два симпатичных стебелечка. Серединки пускай заполнят семечки, как у настоящих подсолнухов. Также ватной палочкой макаю в черную краску. И оставляю пятнышки посредине цветка. У нас получилось нарисовать самый летний и солнечный цветок весьма необычным способом. Если твоя повседневная кружка достаточно скучна, можно украсить ее суперзначком Леди Баг. На небольшом листочке бумаги рисуем ее фирменный значок. С обратной стороны рисунок заштриховываем карандашом. Приклеиваем на скотч штрихованной стороной картинку к чашке. Теперь на чашке обводим по рисунку ручкой. Думаю, что готово. Отрываем скотч вместе с рисунком. На чашечке должен остаться вот такой прикольный след. Осталось снова обвести его черным фломастером. Красно в серединке, как на настоящем значке. Теперь потайной значок Леди Баг у тебя на чашке. Какао по утрам будет пить намного вкуснее. Ребята, как вам сегодняшние лайфхаки для рисования? Если понравились, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Ставь лайк и подпишись на наш канал. Лайк, лайк, лайк!